Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. Сегодня у нас будет посылка из Краснодара. Итак, Canon 24-70 FDAE8 UCM1. Бортовой номер. Немного пыли на передней линзе, под ней и еще на промежуточных. В положении 24 полностью отсутствует мануальная фокусировка. В положении 70 она чуть-чуть присутствует, но когда мы идем от макро к бесконечности, на бесконечности залипает. Это говорит о том, что здесь есть обрыв коларов барреля фокуса, а также есть вероятность, что есть обрыв шлейфа диафрагмы. Работа автофокуса на 24 мм. Проверяем еще раз. Так, иногда стопорится. Работа автофокуса на 70 мм. Пробегает. Работа апертуры на 70 мм. На 22 мм. Есть работа на 24 мм. Присутствует. При трансфокации не отваливает. Качание барреля передней линзы на 24 мм. Значительно. Соответственно, tilt-shift точно присутствует на 24 мм. А на бесконечности 70 развалилась оптическая осень. На значении 70 качание плохо выявляется, хотя нет. Вот здесь оно выявляется. Картинка на 24 мм на 2,8 мм в хлам. Просто никакая. Левый верх, левый низ, правый низ. Порезче, кстати. Правый верх. Бесконечность на 70 мм тоже в дребезге разбита. Никакой четкости. Смещение оптической оси 100%. Ну что ж, друзья. Поехали. Итак, при вскрытии заметил первое. Обрыв вот этого штока. Он крепит плату в этом месте. Первичный осмотр геликоида объектива показывает наличие оборванного колара в барреле фокуса, как я и говорил ранее. Находится он вот здесь. Сейчас покажу. Так. Не здесь, а вот здесь. Вот он. Он может быть ни один, ни один. Вот здесь, например, колар вроде как живой, но он может быть поврежден тоже. И его необходимо будет тоже осмотреть. Бывает, просто распространяется трещина. И обрывается он следом. В объективе представлен шлейф-оригинал, который стоял здесь. И он потихоньку пополз. Качание колара в барреле передней линзы очень большое. Такой удар не прошел бесследно для остальных коларов. Видно, что энергия распределилась так по геликоиду, что даже вот здесь лопнуло. Шлейф здесь стоит оригинал. Необходимо разобрать все до диафрагмы, посмотреть в каком состоянии находится шлейф. И так как это оригинал, он испускает клей при высокой температуре от 40-45 градусов нагрева корпуса. И этот клей мигрирует вот на эти части, прилипает к этим частям. И после, при трансфоркации рвется шлейф. Такой шлейф, конечно, желательно заменить на тот, который такую проблему не вызовет. И далее пользоваться этим объективом много-много лет подряд. Итак, колары барреля передней линзы смяты, порваны и 100% под замену. Простензай со шлейфом. И я вижу уже, что шлейф имеет деформации. Давайте поглядим поближе. Так, если мы посмотрим в начало шлейфа с обратной стороны, то увидим небольшое выкрашивание материала. Ну а если поближе еще, то даже увидим, что есть небольшая трещинка. С этой стороны есть небольшое замятие. Но оно не критично. А вот залом, это уже другое дело. Шлейф однозначно под замену. Ну и поехали. Музыка. 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 Продолжение следует... 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 мануально теперь трансфокация на 24 и фокусировка на 24 миллиметра все двигается без проблем плавненько никаких залипаний установлены у нас латунные колоры бороды передней линзы которые произведены у нас ярославле и также колоры фокуса произведены тоже в у нас ярославле если вы хотите приобрести такие колоры пишите мне цена достаточно дешевая относительно китайского рынка и качество просто бомбическое ну и на этом видео подходит концу не забывайте покупать наши профессиональные наборы для чистки оптики и корпуса фотоаппарата это small kit 1 его купить можно только на dishaman.ru ну а также не забывайте покупать набор pro kit 1 digital shaman для профессиональной чистки сенсора камеры который позволит вам почистить сенсор камеры даже на коленках в машине ну а вот его уже можно приобрести на озон ссылки будут в описании этот красавчик 2470 отправляется обратно в краснодар ну а с вами как всегда был я иван канал digital shaman всем пока